Сучастный храм святого святителя Миколая Цудотворцы у Добрши пободаванной в 1992 году, практически на том же месте, где до конца 20-х годов, минулого 100-го года, исновала православная церковь. Сегодня с ранницы сюда пришли люди, как посвятить Пасхе и Яйке, а так само принять удел у ранней нетургии и Великой Панихиде. Некой специальной службы с нагоды радовницы не проводится, а для померлых узгадывается. Для шматка госпрохождан это не просто традиция, свой родовод я наведаюсь на протягу некоторых поколений и гонорация своими протками. Порой удивляешься даже тому, насколько они помнят и прапрадедушек, и прапрабабушек, до седьмого, до восьмого колена порой вспоминают своих родных и близких. Поэтому люди молятся и много, и стараются помнить своих всех родных. Вёску Демьянки отселили в 1991-м. Тогда у иншей местины выехало мать тысячи человек. Хоть совесть с малой родимой, и они отчували за отчёты, и шмат кто просил родных после смерти поховать их миновито на могилках у Демьянках. О вогле по местных похованиях можно было учать историю вёске. Хоть некоторые могилы настолько старожидные, что об похованных тут людях уже никто ничего не ведает. С больших близких, а помнит девчонца, яка от 4-х годового взрослого, загинула под час оккупации. Страта детей, это за всё это трагедия. У 70-х годового Днены Мельниковой тут застались самые близкие люди. Похоронена бабушка, похоронен дедушка, это её, две могилки. И похоронено двое детей маленьких. А то на тих кладбищах, на новых кладбищах. Там уже у меня и дочка, и мужик. Миколай Дорошенко разом с жёнкой оказались одними, кто в 91-м отмывался от переселения. Женщины уже нема у живых, а пенсионер до этого часа уже вёсцы. Неколи он был механизатором у местного колхоза «Молот». Кажется, что прорывали сумленно и вельмиганарылися своей господаркой. Зараз застались только успамины. На комбайнах были, на тракторах строили, колхоз поднимали. При мне все колхоз поднято, на моей памяти всё это. Причём я возился на тракторах, кирпич, плиты, всё убирали. Явилась эта зараза, и всё разогнали. Так бы ещё люди тут бежали и дожили. Чматы такие будинки в зоне отселения уже не иснуют. Билые колхозные конторы, школы, больницы. Ими просто нема кому користаться. Выключение сделано только для помников-воинам, которые загибнули подчас Великой Отчины, а так само объекты, которые имеют статус историко-культурных каштовностей. Бадай самой великой славутостью Демьянок заявляется былый панцкий майон так 19-го сагодя. До нашего часа заховался парк, царлянный мост и сядебный дом. Правда, зараз трапец убеденных нень, гайон заходится на консервации. Былые вязковцы кажут, что неколи тут был шмат туристов. Зараз для отновления помника необходна достатково значная сродка. Хоть леги стори имена Вита Демьянок, гэта помник, мая максима не только культурную каштовность, гэта одинный жилый дом, який можа на завсёды заховаться от неколи великой вязки. Олег Сентяров, Василий Осипцов, телерадиокомпания «Гомель», Добрский район.